Всем привет! Меня зовут Майя и хочу записать свой ролик для партнеров, которые зарегистрировались только недавно, для новичков. Которые в компании месяц, два, у которых еще не было ни одной регистрации, которые уже в принципе начали сомневаться в том, что они правильно сделали, что сюда зарегистрировались. Так вот, я хочу вам сказать, что теперь, с того момента, как вы пришли в наш бизнес, вам придется выбирать свое окружение. Исключитесь из вашего круга общения тех людей, которые тянут вас назад, которые тянут вас в то болото, с которым вы пытаетесь вырваться, у тех людей, у которых все стабильно, стабильно в жопе, как я их называю. Исключите, перестаньте общаться с этими людьми. Потому что вы не зарегистрировали еще ни одного человека, сами в компании недавно, может быть вы еще и сомневаетесь. Ну, я не скажу, что это нормально, когда я пришла в компанию, я не сомневалась нисколько, что я правильно сделала. Единственные, какие у меня были сомнения, это во времени, за сколько мне удастся построить свою сеть. Вот в этом были мои сомнения. Так вот, если вы сами еще сомневаетесь, тут к вам приходит ваша подружка Фрося, соседка тетя Дуся, там, я не знаю, Клавдия Николаевна. Она узнает, что вы начинаете делать свои робкие попытки в построении этого бизнеса. И начинает то ли от своего незнания, то ли от того, что ей завидно, что вы на это решились, а она нифига не решилась. И она начинает вам, значит, свое мнение тут навязывать. Вот ты представляешь, у тебя ничего не получится, а да это фигня. Вот у меня там подружка какая-то там Дуся, она пробовала там заниматься, там, баночки продавала. Она такие долги влезла, нет, вообще это не твое, фу-фу-фу, брось. Да и вообще, что за бред, найди нормальную работу, найди нормальную работу, чтобы, как я, 40 лет пахать, 45, там, приобрести на работе инвалидность, а потом сидеть на 7 тысяч пенсий. Ты найди нормальную работу, ты донесусь это в этот бизнес. И вы еще недостаточно мотивированные полезете назад, скажете, да нафиг нам не все надо. Вот жил я вот от зарплаты до зарплаты, и буду я жить дальше. И в эту возможность просто-напросто, извиняюсь, просрете, просрете свой бизнес на миллион. Поэтому исключайте всех людей, я не говорю, что они плохие, что им не надо общаться. Вот на данном стадии вашего бизнеса, развития, вам не нужно с ними общаться. У нас в чате много успешных людей, которые зарабатывают в нашей компании хорошие деньги. Вот с ними вам нужно искать общение, пускай онлайн. Чтобы не было потом такого, что на вечерних конференциях, когда конференцию ведет Влад Четверяков, Влад Четверяков, человек, который эту компанию, скажем так, принес, как маленького ребеночка, взрастил в нашу страну с заработком в миллион рублей, ну, может быть, около того, в месяц. И вы начинаете перед этим человеком, совершенно не стесняясь, на вечерних конференциях, в чате писать, что вы не можете пригласить трех людей, что их надо найти, что тра-та-та у вас не получается. Ё-моё, вы перед кем это пишете? Это Влад Четверяков, который построил. Он не хуже вас и не лучше, он такой же человек. Вы пишете перед этим человеком, что вы не можете пригласить. Да вы сами себя унижаете, вы хоть поимейте сами к себе уважение-то. А всему виной я могу с вами поспорить. 95% это ваше окружение, ваши родственники, ваш муж, ваш брат, ваша сестра, сват, тесть, свекр, которые ржут над вами, что вы дурочка-дурачок и пришли в этот бизнес. Вот из-за них у вас проблемы. Измените свое мировоззрение, выгоните всех своих тараканов из своей головы. И у вас все в бизнесе пойдет хорошо. Вот это я поняла четко. Ограничьте, пожалуйста, свое общение с такими людьми. Не уподобляйтесь до их уровня. Вы потом с ними пообщайтесь. Потом, когда приедете к ним на дорогой машине, в дорогой шубе, с дорогим парфюмом. Вот тогда вы можете с ними пообщаться. Когда вы уже будете на 10 ступеней выше. А сейчас не вздумайте просрать возможность бизнеса на миллион из-за тех людей, у которых никогда не хватит душка, чтобы им заняться этим бизнесом. Не просирайте такую возможность. Ограничьте себя от этого негатива. Ограничьте себя от таких мерзких, никчемных людишек. Все, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»